Медиагруппа «Авангард» представляет Мы все понимаем, что зависимость от информационных технологий в эпоху цифровизации, которая сейчас наступила уже, растет нарастающими темпами. И чем больше зависимость от этих информационных технологий, тем возможный больший ущерб может быть нанести информационной инфраструктуре объектов. И, соответственно, при цифровизации возникает больше интерес со стороны как раз, назовем их, злоумышленников для, как там может быть, даже спортивный интерес, какой-то финансовый интерес, для преодоления новых вот этих объектов, цифровых объектов. Также надо принимать во внимание, что при реализации как раз внедрения новых цифровых каких-то сервисов будут появляться и появляются новые объекты информационной инфраструктуры. И они как раз, кто-то из этих объектов, может быть, станет объектами критической информационной инфраструктуры. Это необходимо нам с вами всем вместе учитывать и в нашей деятельности, и принимать это во внимание обязательно. Акцент моего сегодняшнего доклада, исходя из названия, это будет в отношении трех вышедших в этом году приказов наших, которые регулируют деятельность в рамках Госсопки, а также некоторые, назовем их, разъяснения, касаемые этих приказов и методических документов. Мы можем уже на сегодняшний момент времени констатировать, что нормативно-правая база в отношении безопасности критической информационной инфраструктуры она выполнена, она издана полностью и выстроена. В планах у нас есть только создание и выпуск национальных стандартов, касаемых регулирования как раз процессов реагирования на компьютерные инциденты. Но к этому вернемся, наверное, в следующем году уже будем обсуждать эту тему. Но сейчас давайте обсудим тему, доведу информацию в отношении как раз вышедших трех приказов. У нас в прошлом году, на прошлом СОК-форуме было выпущено, скажем так, СОК-форуму было выпущено три приказа, к этому СОК-форуму еще три. Но, как я сказал, на этом нормативно-правая база издана, и далее будет анализ практики реализации данной нормативно-правовой базы. Принято считать, что существует три, скажем, критерии зрелости системы регулирования. Первый критерий зрелости – это уполномоченные органы, которые осуществляют регуляторику в какой-то области. У нас это уполномоченные органы, это ФСБ и ФСТЭК, которые осуществляют регуляторику в области критической информационной инфраструктуры. Второй критерий – это профильное законодательство, которое, как я уже сказал, оно издано, выстроено, нормативно-правая база и функционирует. Третий критерий зрелости – это неотвратимость наказания за несоблюдение нормативно-правовой базы в области безопасности критической информационной инфраструктуры. Он реализуется, этот критерий зрелости, реализуется с помощью государственного контроля со стороны ФСТЭК России, а также контролем за обеспечением функционирования государственной системы обнаружения предупреждения АТАК со стороны нас. Ну и, понятное дело, еще есть уголовный кодекс, а также возможность внесения некоторых статей в кодекс административных правонарушений, но это в стадии рассмотрения. Также можно добавить, скажем, вот это вот три критерия зрелости. Четвертым критерием – это критерий, который говорит об уровне вовлеченности субъектов критической информационной инфраструктуры и иных органов и организаций как раз в процессе взаимодействия в рамках государственной системы обнаружения компьютерных атак. Мы можем констатировать, что такая вовлеченность, она растет со стороны субъектов и не только субъектов, как мы не устаем указывать на то, что Госсопка – это не равно КИИ, это понятие шире, чем критическая информационная инфраструктура. Но есть, скажем, нюансы. Отталкиваясь от того, какая информация находится в реестре о значимых объектах КИИ, мы можем констатировать, что ситуация со стороны субъектов, она, конечно же, должна быть, назовем это более прогрессирующей, именно та ситуация, которая показывает о взаимодействии с Национальным коррекционным центром по компьютерным инцидентам. Поэтому есть к чему стремиться, необходимо, скажем так, рост вот этого взаимодействия. Мы, конечно же, на каждых мероприятиях, на субъектов форумах призываем к этому взаимодействию. Вернемся к нормативно-правым актам, нашим трем приказам. Какие изменения, значит, в нормативной базе произошли? Это три приказа ФСБ России, которые утверждают, первый приказ утверждает 196-й, требования к средствам, называемых коротко средством ГОСОПКИ, второй приказ 281-й, это как раз утверждает порядок технических условий установки таких средств, и третий, 282-й, порядок информирования и реагирования на компьютерные инциденты. Приказ 196-й, средства ГОСОПКИ. При подготовке, разработке этого приказа мы исходили из понимания того, что к средствам ГОСОПКИ мы будем относить два вида средств. Это система учета событий информационной безопасности и система управления процессами реагирования на инциденты информационной безопасности. Средства поиска признаков компьютерных атак являются средствами ГОСОПКИ и разрабатываются нами. Приказ Минкомсвязи России, он уже существует от 1 ноября этого года, номер 640, об утверждении порядка и технических условий установки, именно средств поиска признаков компьютерных атак, он уже подписан министром и находится на завершающем, скажем, этапе ввода в действие этого приказа. Данные средства ГОСОПКИ предназначены для сбора и обработки информации, анализа этой информации, событий информационной безопасности, поступающих от различных источников. Этими источниками являются средства защиты информации, могут являться средствами защиты информации, средства контроля защищенности, средства предотвращения утечек, в том числе операционные системы, прикладные сервисы, в принципе, все что угодно. В общем, то, что крутится на объекте, и то, что, как уже сегодня, в принципе, во всех выступлениях говорили, то, что должен субъект проинвентаризировать, то есть провести инвентаризацию. И подтверждая слова Елены Борисовны, есть у нас даже некое удивление, что у некоторых организаций, даже у органов, отсутствует понимание, какие у них существуют информационные системы. Это, на наш взгляд, даже удивительно. И, конечно же, эту работу надо проводить более тщательно и эффективно, и ее надо было, на самом деле, уже давно закончить. Я имею в виду инвентаризация своих информационных ресурсов. Но и для субъектов, для средств ГОСОПКИ, понятное дело, исходя из того, что я назвал, что мы имеем в виду средствами ГОСОПКИ, необходимы источники информации. И, соответственно, чем больше этих источников информации будет, тем более эффективная работа, анализ, с точки зрения анализа и обработки, будет более эффективно работать данное средство ГОСОПКИ. Повторюсь также о некотором заблуждении, которое существует, скажем, наверное, у малого количества все-таки организаций. Некоторые считают, что установив на внешний периметр средства обнаружения вторжения, средства обнаружения атак, это исчерпывающий функционал для реализации положения закона. В этом случае информация, необходимая для предоставления в НКЦКИ, будет в случае установления данного средства, только данного средства, информация будет неполноценной, она не будет показывать ту ситуацию, которая у вас имеется в вашей информационной системе, внутри информационной системы. Далее про установку средств ГОСОПКИ. 281 приказ говорит как раз о порядке технических условий установки этих средств. Исходя из проекта, который изначально обсуждался и у нас сформирован был, тут изменений почти никаких не произошло. Место установки средств выбирает субъект. Установка данных средств ГОСОПКИ возможна также организация, осуществляющая лицензируемую деятельность в области защиты информации. И субъект, который решил приобрести данное средство и установить в себя необходим, он должен согласовать установку данного средства у себя в информационной системе. Потенциальные разработчики таких средств ГОСОПКИ, мы им рекомендуем разработать программу и методику испытаний в соответствии с требованиям нашего приказа 196-го, и данную программу и методику направить на согласование к нам. Далее мы данную методику рассматриваем, согласовываем, направляем потенциальным разработчикам. И, соответственно, по данной программе методики разработчики проводят испытания и по результатам испытаний составляют заключение, акт испытаний, и направляют в случае положительного результата направляют данный документ в наш адрес. Мы считаем, что данное средство, ну, оцениваем данное заключение, акт, и при положительном нашем решении данное средство будет считаться средством ГОСОПКИ, и в будущем, начиная со следующего года, мы будем размещать данную информацию о средствах, прошедших такие испытания, на нашем портале Национального координационного центра и портале ГОСОПКИ, который будет в следующем году. Порядок информирования какой? Субъекты критической информационной инфраструктуры информируют ФСБ России обо всех компьютерных инцидентах на своих объектах. Опять-таки, есть у некоторых организаций заблуждения, которые трактуют следующим образом. мы не значимые объекты критической информационной инфраструктуры, мы не обязаны информировать Национальный координационный центр о компьютерных инцидентах. Нет, у нас четко в законе сказано, что все субъекты критической информационной инфраструктуры, независимо, имеют они значимые объекты или нет, они обязаны информировать ФСБ России о выявленных компьютерных инцидентах. Информирование такое осуществляется путем направления информации на электронный адрес, который представлен на слайде по телефону, либо с использованием технической инфраструктуры Национального координационного центра. Я хотел отметить, что средства госсопки это не средство взаимодействия с технической информационной инфраструктурой НКЦКИ. Оно к средству госсопка может быть некой достройкой или внедрен какой-то функционал автоматизированного обмена информации в рамках технической инфраструктуры НКЦКИ. Мы рекомендуем и призываем подключаться к технической инфраструктуре для удобства взаимодействия и эффективности такого взаимодействия с использованием личных кабинетов, где можно заполнять, соответственно, карточки инцидентов и получать от нас информацию через вот эту систему личных кабинетов. Для того, чтобы мы, скажем, узнали о вас, да, о субъектах, с кем нам необходимо будет взаимодействовать и готовы мы это делать, необходимо направить на либо почтой на адрес, который указан на слайде, либо на электронный адрес info.sobacacr.gov.ru информацию о себе, номинование вашей организации, являетесь ли вы там субъектом, не являетесь субъектом, есть ли у вас значимые объекты, и контактную, главная контактная информация, с кем нам необходимо будет взаимодействовать. Нам эта контактная информация в том числе нужна будет для того, чтобы мы направляли имеющуюся у нас информацию с субъектом. Получается, вот на настоящий момент времени получается даже следующая ситуация, то есть есть 13 сфер, который относится к КИИ, есть реестр, куда попадают значимые объекты, и есть, скажем так, субъект, которые то ли не определившись, то ли еще не попали в реестр, и, ну, получается, они, ну, скажем так, бесхозные, что ли, да, какие-то организации, и мы как раз призываем эти организации все сообщать информацию о себе, чтобы мы понимали и знали, с кем вести взаимодействие, с кем, кому предоставлять полезную информацию, которая образовывается в национальном коррекционном центре, и тем самым помогать всем субъектам КИИ, в том числе получать информацию полезную от вас, соответственно. Наиболее распространенные вопросы, которые к нам поступают, ну, их на данном слайде два. Ну, первый вопрос, о какой атаке и каком инциденте необходимо вам сообщать, да, есть мнение, что и готовность, как некоторые утверждают, готовность сообщать информацию в национальном коррекционном центре обо всех вообще ситуациях, которые случаются в вашей, в их информационной системе. Но национальный коррекционный центр определил состав и формат сведений о компьютерном инциденте, которые необходимо как раз направлять в наш адрес. Данные сведения, данный состав определен в регламенте информационного взаимодействия, который мы как раз направляем всем участникам Госсопка, с кем, ну, первое, подписываем соглашение, а второе, кто вышел, скажем так, и обозначил себя для взаимодействия с нашим центром, тем, соответственно, мы направляем вот эти регламенты. А также, ну, там следует вопрос, значит ли это, что надо обо всех атаках или всех инцидентах направлять информацию. Мы буквально недавно завершили, вот по результатам вот этих вот вопросов, поступающих к нам, мы завершили описание, завершили документы, это описание, такое подробное описание инцидентов, разбив их на, ну, назовем их некоторые классы. Это описание мы как раз готовы будем вот в ближайшее время направлять субъектам критической информационной инфраструктуры, сведения о которых у нас имеются в системе, с кем, соответственно, заключили соглашение, с кем информация, которую мы получили от вас. Тем самым я надеюсь, что будут сняты вопросы, вот именно первый вопрос будет снят, когда, получив и регламент, и вот это описание, я думаю, субъекты поймут, что необходимо направлять в наш адрес. Нет, скажем так, какой-то розетки, да, или чего-то, где написано госсопкой, куда надо подключиться. Это процесс, который, ну, необходимо выстраивать всем субъектам. Эти процессы мы совместно с вами будем, ну, отрабатывать, регулировать и постоянно совершенствовать. В рамках этого вопроса, что значит подключиться к госсопке, есть такие, скажем, подвопросы, да. Мы установили систему обнаружения атак, там, мы в госсопке, мы заключили соглашение, мы в госсопке, мы создали подразделение необходимое, которое законно предусмотрено, соответственно, мы в госсопке или нет. Вот эти вот процессы, которые сейчас на слайде обозначены, они все правильные. И это, как бы, правильная составляющая необходимой работы. Но важно, как говорится, получить результат и именно создать комплекс мероприятий, создать комплекс процессов, которые вот эти вот три, скажем, позиции будут эффективно исполняться. Есть процессы, есть общая у нас с вами работа, как раз создание условий безопасной работы в информационном пространстве, создание информационного пространства взаимовыгодного для нас с вами, для Национального и Координационного Центра, для субъектов критической информационной инфраструктуры. Далее я хотел вернуться к порядку информирования о компьютерных инцидентах. Субъект, в соответствии с 282 приказом, имеющий значимые объекты, обязан, кроме информирования о компьютерных инцидентах, также реагировать на компьютерные инциденты. К нам также поступают вопросы, если мы вас проинформировали, получаем ли мы от вас какую-то обратную связь. Если используется техническая инфраструктура, система личных кабинетов, то там как бы все понятно, заполняется карточкой инцидентов, размещается она, мы ее видим. Но могу сказать, что мы каждому сообщившему о компьютерном инциденте, мы присваиваем такому инциденту наш идентификационный номер. И соответственно сообщаем этот номер участник, который сообщил об инциденте. И мы рекомендуем участникам ГОСОПКИ либо заводить там электронный бумажный журнал, журнал информирования и регистрации о компьютерных инцидентах, и также заносить в данный журнал информацию о сообщении, информировании нас о компьютерном инциденте, и вносить также наш номер, который мы присваиваем данному инциденту. Участники ГОСОПКИ решают основных таких задач, которые на наш взгляд эффективны и правильны. Это организация и обеспечение работы системы защиты информации, обеспечение безопасности, внесение своего вклада в формирование общей базы знаний о вредоносной активности. Это как раз то, что субъекты критической информационной инфраструктуры сообщают нам, делятся информацией с Национальным Координационным Центром, получают от нас, взаимодействуют с другими субъектами КИИ. И организация и применение в системе защиты у себя, в системе своей защиты, тех сведений, которые как раз мы предоставляем, приходят из Национального Координационного Центра. То есть реализация наших материалов. Это не разовые действия, как, я надеюсь, вы понимаете. Это процессы имплементации, имплементация которых во многих случаях требует переспределения, возможно, переспределения людских ресурсов, оснащения техническими средствами, принятия, возможно, управленческих решений, но, скажем, кадровые вопросы, технические вопросы. Это, конечно же, потребует. Субъект критической информационной инфраструктуры, имеющий значимый объект в соответствии, возвращаемся к 282-му приказу, он обязан выстраивать процессы реагирования на компьютерные инциденты. Как раз вторая часть этого приказа посвящена вот этому вопросу. Субъект КИИ, имеющий значимый объект, должен будет в целях подготовки к реагированию на компьютерные инциденты разработать в себе план реагирования на компьютерные инциденты и принятие мер по ликвидации последствий компьютерных атак. Субъект КИИ также не реже одного раза в год должен проводить тренировку, отрабатывать данный план, который сформирован, который утвержден руководителем субъекта, и не реже одного раза в год необходимо проводить некие тренировки по пунктам этого плана. По результатам этих тренировок, так как мы понимаем, что и угрозы могут меняться, и какие-то появляться новые, соответственно, при выявлении либо слабых мест этого плана необходимо будет вносить изменения, корректировать данные планы. Также эти изменения утверждать у руководителя. В случае необходимости принятия решения руководителем к реагированию на компьютерные инциденты могут привлекаться и подразделения ФСБ России. Здесь, как наша рекомендация, в план необходимо включать раздел, касаемый условий привлечения ФСБ России, подразделения ФСБ России к реагированию на компьютерные инциденты. В этом разделе, в раздел необходимо включить отдельный раздел в план, в этом разделе должно указываться номинование информационных ресурсов, отнесение этих информационных ресурсов к значимому объекту КИИ с указанием категории, адрес размещения информационного ресурса. И это надо нам для того, чтобы мы могли понимать, какое территориальное подразделение нашего ведомства привлекать в случае реагирования на компьютерный инцидент. А также контактную информацию представителей субъекта, которая необходима для взаимодействия и для реализации этих процессов реагирования. В случае, если произошел инцидент, сообщается дополнительная информация, уже касаемая конкретно данного инцидента. Время обнаружения признаков компьютерного инцидента, это сведения о зафиксированных нарушениях, какая динамика этого инцидента. Сейчас идет состав технических сведений о функционировании этих элементов в настоящее время, схемы информационных систем. Могу сказать, что мы сейчас в настоящее время уже подготовили некий, можно его назвать типовым планом реагирования. Мы готовы делиться как раз этой информацией, кто будет заинтересован включать в план свои условия привлечения. Могу сказать, что на настоящий момент времени одна организация, это организация из сферы связи, уже подготовила план совместно с нами, и он уже на завершающем этапе утверждения будет в ближайшее время, я думаю, утвержден и введен в действие в данной организации, как раз именно с привлечением подразделения ФСБ России в случае необходимости реагирования на компьютерные инциденты. И хотелось также, исходя из поступающих вопросов, еще раз, наверное, напомнить о обмене информации с задействованием сил и средств, так называемых корпоративных центров и ГОСОПКО. Исходя из выстроенной концепции, нашей концепции взаимодействия, субъекты ГОСОПКО имеют возможность взаимодействовать через корпоративный центр ГОСОПКО. При этом необходимо в наш адрес, в адрес Национального координационного центра, как со стороны корпоративного центра, а корпоративные центры, которые могут быть такими центрами и оказывать какие-то мероприятия, организовать мероприятия по ГОСОПКО, это те, которые заключили с Национальным координационным центром соглашение. Корпоративный центр плюс субъект КИИ, который будет взаимодействовать с Национальным координационным центром через данный корпоративный центр, обязаны будут направить информацию нам как раз о принятом таком решении, что мы субъект КИИ, мы будем информировать вас о наших компьютерных инцидентах и получать от вас информацию через корпоративный центр. Но это не исключает ни в коей мере прямого взаимодействия с субъектами КИИ. Не должно исключать. Напомню, что ГОСОПКО – это организация информационного взаимодействия с созданием такого общего информационного пространства, в котором каждый субъект ГОСОПКО может как дать информацию в вот это информационное пространство, так и получить необходимые ему сведения о различных угрозах, о различных методах проведения компьютерных атак. И в заключение я хотел сказать, что мы ставим перед собой цель не просто собрать сведения о объектах критической информационной инфраструктуры и инцидентах, которые, возможно, появляются. Мы хотим как раз подвигнуть участников системы ГОСОПКО к такой организации процессов на уровне своих информационных систем, при которой необходимые другим участникам этой системы данные о вредоносной активности, о компьютерных атаках будут формироваться как раз в процессе штатной работы системы защиты объектов. И как раз наоборот штатный такой режим функционирования, который выстраивается на объектах, режим функционирования системы защиты информации должен позволить оперативно применять получаемые из системы сведения для своевременного противодействия новым угрозам. Таким образом, мы все вместе с вами повышаем уровень защищенности информационного пространства в целом и призываем активнее взаимодействовать в рамках ГОСОПКО и эффективно противодействовать угрозам. Соответственно, мы можем это делать только сообща. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова